Добрый день, друзья! С вами я, Екатерина Романенко. Вы смотрите наш канал Переезд в Краснодар и в Краснодарский край. Канал для тех, кто планирует перебраться на ПМЖ в город Краснодар, либо в его ближайшее окружение. Напомню, что работаем для вас в радиусе 60 км вокруг, по ближайшим станицам Краснодарского края, вокруг города Краснодара, как с домами, так и с квартирами, с готовыми и со строящимися, ну а также на Черноморском побережье. Сегодня мы с вами будем смотреть такой необычный объект, станица Новотитровская, станица Деньского района Краснодарского края. Почему говорю, что объект необычный? Он по документам у нас полноценная коммерция, причем коммерция в двух этажах, на первом этаже, два нежилых помещения и мансардный этаж, который на сегодняшний день эксплуатируется как жилой дом. Поэтому для тех, кто планирует иметь такой вот бизнес внизу, либо пассивный доход внизу, а на втором этаже жить, то в общем-то достаточно интересный вариант для рассмотрения. Станица Новотитровская большая по численности населения, 30 тысяч плюс у нас официальное население уже по данным последней переписи в станице, свои школы, садики, тут всего много. С правой стороны вот она пятерочка, да, поэтому если брать проходное место и хороший подъезд, ну однозначно это все про него, потому что заезд, подъезд в станицу, ну прямо через сюда каждый раз. Давайте будем проходить, смотреть само здание. Здание у нас 165 квадратных метров в общей площади, вместе с мансардным этажом. Все это дело расположено у нас на земельном участке в 3 сотки. Все оформлено и переведено как коммерческого назначения, участок и сама постройка. Вообще есть такое, что мы можем второй этаж сделать жилым и перевести его под жилье. Собственно, тоже такой вариант рассматривается, если его не сдавать, ну либо сдавать. В общем, кому интересно, вы пишите, звоните. Вариантов, как обычно, набросаю правильных, юридических и толковых в части использования много. Итак, мы с вами зашли в первое нежилое помещение, будем так говорить, сейчас это используется как магазин. Собственник переезжает у нас в другой регион, и вот вообще магазин Саморезик готов со всем наполнением для дальнейшей работы оставить здесь вместе со всем объектом. Кстати, не сказала сразу, по стоимости объекта у нас составляет 11 миллионов 500. Это два готовых бизнеса плюс жилой этаж на втором этаже. Значит, 45,3 общая площадь данного торгового зала. Да, видите, как это все устроено, обустроено. Далее у нас есть площадь, ну подсобная, она называется обычно в магазине, складская такая. Площадь ее составляет порядка 12 квадратных метров, и в правую сторону двери это зона санузла. Санузел правильной формы, все сюда заведено. Водичка, отопление, канализация. Сразу скажу, у данного помещения нет газового отопления. Топится помещение твердотопливным котлом. Потом покажу. Давайте сразу смотреть, что смежный такой санузел на два помещения. Но вот сейчас такой магазинчик здесь. Вторая площадь магазина, будем говорить так. Да, вот отсюда мы посмотрим, чтобы не открывать роллету с улицы. 24 квадратных метра, стены под покраску, плитка на полу и покрашенные стены. Данная дверка это выход на улицу, на участок мы будем попадать. Сейчас будем с вами выходить на улицу и смотреть непосредственно преддомовую территорию и жилой дом. Что касается доходов по данным торговым точкам, то порядка 25-30 тысяч можно сдавать каждое из этих помещений. Соответственно, доход порядка 50 тысяч за счет первых двух магазинов может быть обеспечен. Второй этаж можно оставить для жилья, а можно его оставить также под аренду. Это еще дополнительно 1020. Давайте будем заходить и смотреть участок и жилой дом. Так, ну что, мы с вами переместились на земельный участок. Понятно, что это не жилой дом с садами, с огородами, это коммерция. Большой навес на металлическом каркасе, крыша профлистовым зашитым, внутри подшита USB-плитой, освещение выведено. Оператору нашему, как обычно, нравится не навес подшитый, а симпатичные пушистые четвероногие друзья наших собственников. Ну, сейчас навесу мы тоже уделим внимание. В общем, все оборудовано, все капитально, металлический каркас, навес, все как положено. Машина встанет, даже две машины можно загнать при желании. Бетонированная площадка по периметру всего дома. С левой стороны расположилась надворная постройка. Постройка капитальная, используется как сарай. Там живность в виде котов, поэтому не велено их открывать, выпускать. Пусть друзья сидят пушистые там. Но мы сегодня рассматриваем дом не совсем уж прям как жилой дом, да, больше как коммерцию. Поэтому, если кому интересно под жилье, приходите, будем смотреть и разговаривать. Ну что, мы сейчас с вами обойдем дом с другой стороны. Хочу показать, где у нас обустроена котельная и как выглядит вот тот твердотопливный котел, о котором мы с вами говорили. Будем смотреть, да, вот тут целая история с животными. Так, проходим мы за дом и посмотрим, как у нас оборудована котельная. Здесь расположился твердотопливный котел. Сказала, что газа в доме нет. Вот такая котельная предусмотрена. Вот сюда еще подсобное помещение. Что касается твердотопливного котла, он топится углем. У собственника выяснилось, что на зиму нам хватает всех этих запасов припасов порядка 30 тысяч на год. Поэтому, если это пересчитать по кругу, да, я уже посчитала, порядка 2,5 тысяч в месяц обходится вот такое отопление. По коммерческим помещениям мы определились, посмотрели. Давайте будем переходить непосредственно к осмотру второго этажа. То помещение, которое у нас на сегодняшний день считается и используется как жилое помещение. Металлическая лестница ведет нас на второй этаж. Да, спорт на каждый день. Пойдемте подниматься и смотреть, как у нас обустроена мансарда и как можно использовать такое коммерческое здание именно для проживания и для бизнеса. Добро пожаловать домой. Такой уютный мансардный этаж можно оборудовать для проживания. Внизу иметь собственный бизнес. Не обязательно самим там трудиться. Можно просто сдавать два помещения в аренду. Итак, на входе у нас небольшая прихожая. Площадь ее составляет порядка 5 квадратных метров. Есть хорошие ниши для шкафа-купе. Ну, либо вот прихожка в таком формате, как она организована здесь. Плитка на полу. И с левой стороны у нас расположилась зона санузла. Санузел достаточно просторный. Порядка 8 квадратных метров его площадь. Стены плиточкой облицованы. На полу также плитка. В общем, все поместилось в большая душевая кабина по формату угловой ванны. В целом, места вполне себе предостаточно. Напомню, что в коммуникации сюда подтянута центральная вода, свет 15 кВт, 3 фазы. Твердотопливный котел у нас работает на отопление данного здания. Септик установлен перед домом на 6 кубов. Далее мы попадаем в огромную площадь. Кухня-гостиная. Площадь ее составляет порядка 40 квадратных метров. Смотрите, несмотря на то, что это мансардный этаж, никак не ощущается и крыша нигде не давит. Высота потолка здесь везде хорошая. Порядка 2,70. Она в чистом виде. По левую руку от меня расположилась зона готовки и обеденная зона. Вот в таком формате у нас расположилась кухня. И с правой стороны зона гостиной. Телевизионная зона диванная. Ну, соответственно, все очень-очень мило. Так вот прямо уютно по-домашнему. Потолок здесь натяжной матовой стены, оклеенные обоями. Несмотря на то, что идет скос мансарды, он вообще никак не мешает, не давит, не сидя на диване, не стоя в помещении. Ламинат лежит на полу, стены, оклеенные обоями. Потолок натяжной. Очень теплый и уютно. В правую сторону сейчас с вами заходим. Первая жилая комната. Спальня. Родительская спальня. Будем так говорить. Хозяйская большая, достаточно по площади. Площадь ее составляет порядка 20 квадратных метров. Широкая квадратная комната. Хорошо расположилась мебель. Система радиаторного отопления, видите, да, везде по дому проведена. И вот сюда еще в правую сторону расположилась такая а-ля гардеробная. Площадь ее составляет порядка 4 квадратных метров. Переходим с вами к осмотру второй жилой комнаты. Значит, мы понимаем по планировке, что у нас большая кухня-гостиная 40 квадратных метров и две спальни. Одна большая 20 квадратных метров с гардеробной. И вторая жилая комната площадью порядка 13 квадратных метров. Такая комната для подростка. Оборудована. Хотя вот такая, будем говорить, детская. Высота потолков везде стандартная. Порядка 2,70. Здесь у нас ламинат на полу. Также окошечки стеклопакеты по всему помещению второго этажа. И система радиаторного отопления разведена. Ну что, друзья, смотрели мы с вами большое достаточно здание. Буду прямо отдельно говорить, что это отдельное здание коммерческого назначения. Использованное в таком вот в миксе на первом этаже коммерция, который сдается в аренду. На втором этаже жилое помещение. Можно использовать как угодно. Возможно, даже и под сдачу. Да, если самим не жить, вот как такой вариант. Ну, плюс-минус 70-80 тысяч в месяц можно получать аренду с данного помещения. Если сдавать в аренду второй этаж. Ну, либо же комфортно здесь жить, а на первом этаже иметь собственный бизнес и иметь пассивный доход. Напомню, что стоимость данного объекта составляет 11 миллионов 500. Земельный участок 300. И все это здание у нас как коммерческое назначение. Если такой объект вам подходит, вы его готовы рассмотреть, пишите, звоните. С удовольствием вам его покажем уже здесь на месте. Ну, и оцените все его возможности. А вы подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, лайки. Ну, и, соответственно, не забывайте про наш телеграм-канал. Ссылочка на него всегда ниже. Там актуальная информация по рынку недвижимости именно Краснодарского края. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости Компромисс.